Эпидситуация с корей в регионе нестабильна. Тревожную тенденцию зарегистрировали в областном Роспотребнадзоре. По словам эпидемиологов, нынешняя вспышка кори спровоцирована отказом родителей делать прививки своим детям и зачастую халатным отношением к собственному здоровью. Только в текущем году было выявлено 28 случаев заболевания. Этот показатель превышает общероссийский. Ситуация неблагополучная, потому что показатель нашей заболеваемости где-то 2,4 на 100 тысяч населения, а показатель по Российской Федерации 1,22 на 100 тысяч населения. То есть наш показатель заболеваемости выше российской заболеваемости в два раза. Вот буквально сегодня поступил сигнал на случай кори под вопросом. Пока мы не можем сказать, то есть это пока не подтвержденный, это вероятный случай кори. Всегда заболеваемость у нас подтверждается нашей региональной лабораторией, расположенной в Нижнем Новгороде. То есть мы должны туда отправить анализы. И когда есть подтверждение, значит мы этот случай проводим как уже зарегистрированный вероятный случай кори. Ситуацию осложняет то, что правильный диагноз сразу поставить сложно. Первые симптомы кори обманчивы, их легко спутать с обыкновенной простудой. Высокая температура, насморк, кашель. Главный признак этой болезни, сыпь, появляется только на четвертый день. При этом многие врачи сегодня знают про корь только из медицинских словарей. Ситуация такая, что в окружающих областях, вокруг Ивановской области, и особенно это связано с теми государствами, которые расположены рядом с соседством с Российской Федерацией, есть случаи заболевания кори. Корь передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к ней очень высока. Перенесенная болезнь может нести разного рода осложнения, включая пневмонию, отит, ларингит и даже воспаление головного мозга, энцефалит. Защитить может только прививка. Если вам или вашему ребенку ее не сделали, вероятность заражения практически 100%. Лица до 35-летнего возраста должны иметь две прививки против кори. Управление Роспотребнадзора рекомендует всем лицам вот этого возраста сделать обязательно прививочку против кори. А особенно нужно сделать прививку, если вы поедете куда-то отдыхать в Европу, потому что в Европе неблагополучно по кори. Неблагополучно на Украине по кори. Там 10,5 тысяч заболеваний кори и даже есть летальный исход на Украине от кори. Потому что ведь кори – это довольно-таки серьезное вирусное заболевание. Медики рекомендуют делать прививку и тем, кто планирует отдых за рубежом. Вспышки кори в Европе и внезапное их появление в России свидетельствуют о том, что заболевания носят завозной характер. В мае этого года в регион поступило 4,5 тысячи доз живой коревой вакцины для проведения прививок. Врачи считают, что этого количества вполне достаточно. Прививки проводятся в поликлиниках, в детских поликлиниках. Первая прививочка делается в год ребенку, вторая – в 6 месяцев. Это ревакцинация. Кроме того, прививки делаются при осложнении эпидситуации. То есть тогда, когда в окружении человека есть больную скорью, сейчас прививаются практически все медицинские работники, работники образовательных учреждений, торговых учреждений и коммунальные службы. То есть те лица, которые имеют большой контакт с людьми. В Иванове подтвержденные случаи заболевания единичны. Однако, чтобы не допустить распространения инфекции, необходимо позаботиться о прививке заранее. Привиться можно абсолютно бесплатно в любой поликлинике по месту жительства. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова